Педагогическая конференция накануне нового учебного года как дань традиции. Мероприятие нужно и полезное. С одной стороны, работники образования знакомятся с наработками своих коллег, а с другой представляют свои формы и методы работы с детьми. Без этого, а именно без реализации потенциала, стремления созидать и совершенствоваться в ремесле педагогики нельзя. Например, Татьяна Солоненко, директор средней школы номер 16, которая на конференции получила нагрудный знак «Отличник образования», уверена, работа с такой пытливой категорией общества, как дети, требует неустанного поиска новых путей и форм работы. Вся моя жизнь – это система образования. Родной 16-й школе я отдала без малого и буду продолжать отдавать уже 22 года. Наша школа имеет очень хорошие традиции профильного образования. И именно допрофильное образование было нашим основным направлением в прошедшие учебные годы. Поэтому сейчас качество дифференциации допрофильного образования и, конечно же, профильного образования на третьей ступени. Вот это будет главная задача сейчас. Внедрение в этом году массового профильного образования на третьей ступени обучения – явление необходимое, которое позволит выпускнику взятий все за и против и почти наверняка определиться с будущей профессией. В новом учебном сезоне на базе общих и средних учебных заведений будет создано 27 профильных классов, 18 профильных групп. Однако на этом особенности образовательного процесса 2015-2016 годов не заканчиваются. Еще одна особенность этого учебного года в том, что вводится новый предмет в учебный план, скажем так, старый новый предмет – это искусство, мировая и отечественная художественная культура. Вводится он постепенно, поступательно, начиная с пятого класса. И третья особенность этого учебного года в том, что с него начинается поступательный переход на завершенность базового образования, как подчеркивает Министерство образования. Работа с педагогическими кадрами, их заинтересованность в результате есть отражение качества образования. От того, насколько учителя верны своему призванию, ремеслу, насколько грамотно они дают знания ученикам, зависит конечный итог их работы, именно подготовка учащихся к новой образовательной ступени или к профессии. В этом вопросе есть куда расти, впрочем, как и в плане материально-техническом. Система образования города Бреста готова к новому учебному году, готова с точки зрения материальной базы. Вложили мы в текущий капитальный ремонт порядка 16 миллиардов белорусских рублей, то есть миллион долларов мы вложили в материальную базу. Конечно, это недостаточно, можно было бы и в несколько раз увеличить объем вложений, но самое главное – готовые педагогические кадры. Самое главное – готовые педагоги в новом учебном году продолжат свои лучшие традиции обучения наших молодых брещан. Учебная мотивация, популяризация и повышение престижа знаний были, есть и будут своего рода тремя китами, на которых основывается процесс обучения в учреждениях общего и среднего образования. Сегодня в достижении этих целей учителя используют как традиционные, так и современные методы. Однако положительный исход, в первую очередь, будет зависеть от того, насколько учитель будет слышать и слушать своего ученика. Ведь индивидуальный подход в деле образования почти всегда залог успеха.